Очень к вам песоксофобные находятся? Ну, значит, еще одна история из Индии. На этот раз из Гималайф. История о том, как в одной деревне люди начали тупить. Целыми днями тупо тупили. А вечером собирались на каменной площадке возле храмика. И там уже мудро тупили. Кто-то скажет «Ом». Кто-то скажет «Хум». Кто-то скажет «Бом, Шанкар». И все сразу «Бом, Болюнат!» «Бом, Болюнат!» Ага, да, вот именно так. А деревня-то была высоко в Гималайф. За двумя перевалами от основной цивилизации. И тупить там можно было хоть целую вечность. Ну, они тупили лет восемьсот. А потом начали тормозить. Пахать тормозили, сеять тормозили. Урожай собирать иногда тормозили. И дотормозили до того, что однажды встал, и им как бы нечего есть. Тогда они развели руками и сказали «Кали-юга». Ну да, вот есть у них в Индии такая тема, что времена с каждым годом становятся хуже. Раньше был «Золотой век». А теперь вот эта вот камняная «Кали-юга», в которой всем плохо. И в такое вот дряное время единственный выход – это забраться куда-нибудь высоко в горы. За три перевала от основной цивилизации. И подождать, пока это напасть пройдет. А деревенские-то люди это уже сделали. Ну и что было им еще желать? Ну они и тупили еще лет четыреста. Ну чуваки, ну не в таком же ритме тупили. Ну в самом деле. Че вы играете-то? А потом начали тормозить. Ой, тормозить они уже давно начали. Потом они начали забывать, как кого зовут. И многие другие слова тоже забывали. У других людей из-за этого было бы много проблем. Ну и деревенские как-то приспособились. Стали всех дядек называть баба-джит. Всех теток мотать жили. А детей тоже называли одинаково. Мальчиков Рам, девочек Сита. Правда, нашелся какой-то умник, назвал своего сына Кришной. Так с него потом вся деревня угорала. Ну елки-палки, ну зачем эти сложности? Неужели непонятно? Кришна это тот же Рама. Рама это тот же Будда. Будда это тот же Шива. Шива это тот же Иисус Христос. Короче говоря, все имена примерно одно и то же обозначают что-нибудь хорошее. Так зачем же это все, все это разнообразие-то вносить? Так по итогу пацана Рама и кликали. А когда хотели простепать, называли Рама Кришной. И застепали до того, что пацан лет в 12 свалил из деревни за два перевала к основной цивилизации. Выучился там, на водителя автомобиля. Водил тяжеленные грузовики по кошмарным горным индийским дорогам. Женился, детьми обзавелся, домик себе купил. И в один момент разбогател уже настолько, что решил в деревню заехать и показать деревенским, чего может достичь простой человек чисто своим трудом. Приехал и не узнал родную деревню. То есть, было там, в принципе, как и раньше было. Пусто, грязно, холодно, помойно. Но вот не было там уже той благодати, того покоя, того шанти-шанти. А все потому, что неподалеку от деревни проложили дорогу через два перевала. Пристали в деревню разные чужие люди наведываться. Были они высокие, усатые, с палками. Ничего не понимали, только кричали, палками махали, траву косить заставляли. Были они маленькие, толстые, хитрые. Полезные вещи за бесполезные бумажки выменивали. И были они вообще на людей не похожие. Высокие, бледные. Ходили везде, улыбались, фотоаппаратами щелкали. И не было от них никакого спасения. Куда не ткнись, везде они. Но не это было самое напряжное. В конце-то концов деревенские научились и с усатыми договариваться. И с толстыми торговаться. А белым просто кричали, don't touch me foreign people. И foreign people уходил и никого не трогал. И не в этом была запара. Запара была в том, что все эти люди были сытые, хорошо одеты, при деньгах, при всяких модных гаджетах. И глядя на них, деревенские задумывались, а че это у нас одних калиюга? А у всех кругов все ништяк. И не было ответа на эти вопросы ни у кого, кроме великого бога Джамлу. А Джамлу был реально великий бог. Хотя и сидел он в таком небольшом каменном храмике, украшенном оленьями рогами, как раз возле той площадки, где деревенские мудро тупили. Но это был очень сильный бог. Он очень не любил, когда к нему кто-нибудь заглядывает. Когда-то давным-давно откуда-то из долины пришел Бромин, который говорил, что все про Джамлу знает. Вот он только в храмик заглянул и тут же оттуда вылетел. Онемевший, охромевший, окосевший, весь посидевший и наполовину парализованный. Деревенский этот случай хорошо запомнили. Как кого зовут, не помнили, а этот случай помнили. И вот собрались они возле храмика, принесли в жертву козочку и спросили у великого Джамлу. О, великий Джамлу, почему это у всех все ништяка, а у нас одни в калиюга? Что мы делаем не так, о, великий Джамлу, и что нам сделать, чтобы начать жить, как все? И великий Джамлу им ответил, попуститесь. А куда вы, чуваки, разгоняйтесь-то? Деревенским это слово было незнакомо. И они спросили своего самого старого бабая, Шри Рамба-Баджи, что значит попуститесь? И Шри Рамба-Баджи сказал Ом и задумался. А в это время мимо проходил Рама-Кришна и сказал, люди, я знаю, попуститесь, это такое специальное городское слово. Оно означает, что нам надо на время перестать курить Чарос и заняться делом. Тут деревенские как удивились, как зашумели. Надо же все как просто. А мы-то думали, мы перестанем курить Чарос, у нас все будет ништяк. А, так мы прямо сегодня перестанем курить этот зловредный Чарос. И тут они представили, как перестанут его курить. И им стало маленько не по себе. Даже Шри Рамба-Баджи на время прервал свою медитацию, подошел к храмику, поклонился и спросил, о, великий Джамбло, ты точно сказал, попуститесь? И Джамбло ответил, попуститесь, попуститесь. Когда Шри Рамба-Баджи заглянул в храмик и закричал, кыш, кыш. И из храмика вылетел попугай. Сел на ветку и прочирикал, попуститесь, попуститесь. И Шри Рамба-Баджи сказал, вот видите, люди, это говорил не Бог, это говорила глупая птица, которая сама не понимает, что говорит. А вы-то люди, вы-то что, и вправду поверили, что великий Джамбло, мог нам такую ерунду посоветовать. И люди закричали, нет, нет, мы не поверили. И радостно подоставали свои челемчики, подоставали чарос, начали крабалить, забивать, воскурять. один Шри Рамба-Кришна задумчивый стоял и говорил, люди, а может, эта птица неспроста прилетела? Может быть, ее Джамбу прислал? может быть, нам действительно попуститься надо? Нет, вы посмотрите, какая кругом разруха, какое кругом запустение, как мы вообще живем? нет, попускаться сто пудов нам надо, так говорю, Рамба-Кришна сам не замечает, что он уже принимает, хапает, передает, принимает, хапает, передает. Так вот они с тех пор и не попускались. А че? Мудро тупят, в тему тормозят, плохого не помнят. А если кто-то начинает париться, что вот у всех все ништяка, у нас одних кали-юга, все ему дружно говорят, попуститесь, попуститесь. И смеется, офигеть, какая смешная местная шутка. Ну, теперь давайте паузу сделаем, передохнем, покорим. А потом будут еще сказки.